Это программа новости нашего города. Меня зовут Елена Воротягина. Здравствуйте и в начале выпуска коротко о некоторых темах. Жизнь и здоровье человека – приоритетное направление работы в филиале «Газпромнефть» Муравленко. Накануне на предприятии отметили Всемирный день охраны труда. На страже прав потребителей активисты народного контроля провели очередной рейд. И 365 лет на посту спасатели готовятся отметить юбилей пожарной охраны России. Активисты проекта народный контроль провели очередной рейд по торговым точкам. В этот раз в поле зрения оказались три магазина. Причем задачу наказать торговые предприятия за нарушения проверяющие перед собой не ставили. Подробности у Евгения Дегтяренко. Магазин «Быстрица». Уже со входа народный контролер обнаруживает нарушение. Неприкрытые пирожки, расположенные прямо у входа в торговый зал – это, по мнению проверяющих, непорядок. Более тщательный осмотр выявляет и другие несоответствия закону. Вот с этой стороны креветок немножко есть, да? Вот смотрите, вот они чувствуются. Но вот это все остальное – это разве креветка? Продавец оправдывается, товар якобы не для продажи. А то, что он находится на прилавке – это недоразумение. Мы с этим встречаемся, извините, постоянно. В каждом магазине, как только мы находим вот такой товар, мы положили туда просто так. Просто так оно не должно находиться в холодильнике. Оно должно находиться где? На помойке. Далее контролеры отправляются в магазин «Яна», расположенный на базе «Орса». На первый взгляд, здесь все в порядке, но опытные контролеры уже не один год изучающие продовольственные рынок города без труда находят нарушение. С каждой минутой перечень товаров, которые должны быть сняты с реализации, пополняется новыми наименованиями. Дата изготовления – февраль. То есть оно, ваше масло, вышло еще в марте. 18 марта у нее сроков. Завершается рейд магазином «Монетка», который находится по улице 70 лет октября. Претензии к этому объекту торговли ограничиваются лишь недовольством состояния входной группы. Высокие ступеньки затрудняют вход для посетителей. Пандус, который призван обеспечивать доступность маломобильных групп населения, закрыт слоем снега высотой чуть ли не с человеческий рост. Впрочем, в этот раз ни одному из предпринимателей санкции в виде обращения народных контролеров в надзорные органы не грозят. В связи с тем, что есть такое принятое решение, что в связи с нового года, что все рейды, которые проходят в этом году, с 1 мая, на первый раз ограничиваются предупреждением. Хорошо, мы выполняем это требование. Это пожелание предпринимателей. Но это пожелание добросовестных предпринимателей. Я надеюсь, что владельцы магазинов «Яна» и «Быстрец» примут этого внимания и наведут там порядок. Действительно ли приняли к сведению результаты проверки предпринимателей, народные контролеры проверят уже в ближайшие дни, проведя повторные рейды. И если выявленные нарушения не будут исправлены, то жалобы в Роспотребнадзор все же поступят. Евгений Дегтяренко, Вадим Брачек. Новости нашего города. Накануне в мире отметили Всемирный день охраны труда. По этому поводу в филиале «Газпромнефть» Муравленко состоялось совещание, посвященное безопасности человека на производстве. Перед тем, как непосредственно приступить к заслушиванию докладов участников совещания по охране труда, перед собравшимися с короткой речью выступил председатель профсоюзного комитета «Газпромнефть» Муравленко Николай Варакин. Он отметил, что охрана труда, сохранность жизни человека является приоритетом для компании «Газпромнефть». Профсоюзный лидер отметил, что с 1 апреля в коллективный договор внесены ряд изменений, связанных с охраной труда на предприятии. Сегодня уже подписано дополнение к коллективному договору, где отображены условия работы в связи с изменением учетного периода для работающих во вредных условиях. Дополнение к коллективному договору будет работать уже с 1 апреля. И также прописана повышенная оплата для всех, кто работает во вредных условиях. Далее почетными грамотами от «Газпромнефть» Муравленко были награждены сотрудники предприятия, внесшие значительный вклад в развитие системы охраны труда на предприятии. Это заместитель 15-го ЦДНГ Алексей Землянуха, замначальника 1-го цеха Азат Яникеев, ведущий инженер отдела охраны труда и промышленной безопасности Александр Диченко и сотрудники отдела охраны труда и промышленной безопасности Светлана Быковцева и Наталья Ерохина. После торжественной части сотрудники отдела охраны труда выступили с докладами. Светлана Быковцева представила доклад на тему культуры безопасности как термин в охране труда. А с докладом на тему охраны труда в ее первозданности и современные пути развития выступил начальник отдела Валерий Сопрыкин. Начиная с реформ Петра I начал сформироваться новый принцип к отношению труда. Это значит сохранение персонала. Тогда ценность крепостного христианина определялась на уровне лошади. Со временем развития цивилизации ценность лошади потихоньку утрачивалась, а ценность рабочего увеличивалась. И чем выше квалификация рабочего, тем он становился дороже. Сейчас, чтобы ослуживать современное производство, должна быть очень высокая квалификация работника. И ценность этого работника, скажем, в нем все становится дороже и дороже. Сегодня в «Газпромнефть-Муравленко» уровень развития охраны труда довольно высок, но тем не менее, по словам Валерия Сопрыкина, есть куда стремиться. Развивается техника, технологии и вместе с ними развивается отрасль охраны труда. И вот для стимуляции этого развития на предприятии в 2014 году будет проведен конкурс, по результатам которого определяют чемпиона по охране труда среди структурных подразделений цехового персонала. Лучший работник рабочей профессии будет награжден переходящим кубком, чемпион по охране труда и денежным вознаграждением. Эрнест Бавшин, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. Новости нашего города.